Для многих из вас именно воспитание в семье своих земных родителей не позволило обрести чувство собственного достоинства в детские годы. Но не нужно винить за это родителей. Они не виноваты. Их тоже воспитывали так, и они тоже родились в те времена, когда обрести достоинство большинству людей было очень трудно. Крайон советует простить родителей, не держать на них зла и обиды, и заняться своим воспитанием самостоятельно. Это сделать не поздно, ни в каком возрасте, ведь у духа нет возраста. Тем более, что сейчас для этого самое подходящее время. Ведь пришедшие на землю энергии материнской и отцовской любви доступны каждому. И вы можете получить эти энергии, даже если вы были лишены их вашей земной жизни. Возможно, ваши родители сами не были способны к безусловной любви, и вы не чувствовали себя любимым. Но вы можете почувствовать себя любимым сейчас. Ведь для обретения чувства собственного достоинства это очень важно – чувствовать себя любимым. Если мы не почувствуем себя любимыми, даже родителями, мы могли бы вырасти с чувством, что вообще недостойны любви. Чувствовать себя недостойным – это означает быть лишенным чувства собственного достоинства. Не родители ответственны за то, что происходит с вами сейчас. Сейчас они уже не в силах что-то изменить в вашей жизни, как-то воздействовать на нее. Поэтому бессмысленно требовать от них этого. Отпустите их с миром. Простить родителей – это и значит пройти урок, завершить его, чтобы далее следовать своим путем. Возьмите ответственность на себя за то, что происходит с вами сейчас, и за то, каковы вы сейчас. Земных родителей нужно и простить, и поблагодарить хотя бы за то, что они дали вам возможность родиться на земле. Это дар, и не малый. Да вы, как дух, самостоятельно приняли решение отправиться на землю. Но вы были благословены Богом на это путешествие. Но ваши земные родители дали согласие на то, чтобы помочь вам в этом. Также они дали согласие на то, чтобы создать условия для прохождения вами земных уроков. Один из этих уроков состоит в том, чтобы обрести чувство божественного достоинства. И ваши родители способствовали этому, даже тем, что, казалось бы, мешали вам почувствовать себя любимым и достойным. Это нужно было для того, чтобы ваш дух закалился, чтобы вы обрели силу в испытаниях и смогли достичь цели божественности, даже вопреки им. То, что дается труднее, то выше и ценится. Простить и поблагодарить родителей нужно не обязательно лично, не обязательно вслух. Вы можете вызвать их в своем воображении, обратиться к их божественности со словами прощения и благодарности. Сделать это надо в любом случае. Продолжается ли земная жизнь ваших родителей и уже закончилась? Затем можно просто представить, что вы благословляете и отпускаете их от себя, и себе даете право жить своей жизнью. Вот тогда вы сможете востребовать энергии любви и света от ваших небесных родителей. Упражнение 2. Получите энергии любви и света от ваших небесных родителей. Найдите возможность остаться наедине с собой. Дышите ровно и размеренно, чтобы расслабиться, успокоиться, отогнать посторонние мысли. Сосредоточьтесь на области сердца. Соединитесь со своим божественным центром. Мысленно поместите себя в светящуюся сферу и представьте, что эта сфера наполнена энергиями тепла, любви, понимания, принятия и заботы. Представьте, что самые любящие, ласковые, теплые, сострадающие глаза смотрят на вас. Мысленно или вслух скажите, дорогой Бог, Дух, Создатель, Всевышний, Творец, покажи мне, как ощущается материнская любовь. Затем просто сосредоточьтесь на своих ощущениях и позвольте энергии этой любви войти в вас. Вы можете, если хотите, мысленно или вслух поговорить с вашей Небесной Матерью и почувствовать подлинную заботу, понимание, любовь и одобрение. Затем скажите мысленно или вслух, дорогой Бог, покажи мне, как ощущается отцовская любовь. Также прислушайтесь к своим ощущениям и позвольте энергиям этой любви войти в вас. Можете мысленно или вслух поговорить с вашим Небесным Отцом, ощутить защиту, поддержку, опору, любовь и понимание. Поблагодарите Бога и ваших Небесных Родителей за их любовь и поддержку, направьте им энергию вашей любви. Вы в любой момент сможете получить доступ к этой любви, когда только захотите. Знайте, что вы всегда получите поддержку и одобрение, и понимание, что бы с вами ни происходило. Можете ли вы оставаться невозмутимым, когда вас ругают? Важно отличать нормальное и здоровое чувство собственного достоинства от гордости, гордыни, самолюбования, эгоизма. Чувство собственного достоинства – это глубокое уважение к своей собственной божественной сути. Это осознание «я есть им божественное существо света, и я совершенен в Боге». Это не потакание своим человеческим слабостям и эгоистичным желаниям. Напротив, это способность к смирению и терпению. Как ни покажется это удивительным, но именно человек без достаточного чувства собственного достоинства будет взрываться по мелочам, не стерпит ни малейшей обиды, бросится с кулаками в прямом и переносном смысле на каждого, в ком заподозрит обидчика. А вот человек с подлинным чувством собственного достоинства способен очень многое перетерпеть и с очень многим смириться. Не потому, что он соглашается с обидчиками, а потому, что оскорбления и унижения просто не могут коснуться его. Они словно бы отскакивают, никак не задевая того, кто в глубине души чувствует огромную силу и уверенность, силу и уверенность Бога. Крайон часто задает вопрос, можете ли вы оставаться невозмутимым, когда кто-то вас ругает? Может ли быть так, что вас ругают, а вас совершенно это не задевает? Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok